С 23 февраля в Афряново поздравили всех причастных к этому празднику. И здесь же состоялся митинг в честь 98-летия создания Советской Армии и Военно-Морского Флота. Обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации – одна из важнейших задач сегодня. Накануне праздника в Афряново началось чествование тех, кто служил и служит стране, тех, кто за нее погиб. Мероприятие началось с поздравления ветеранов войн. Глава городского поселения Афрянова Дмитрий Васин лично посетил каждого. Кто в этот день не смог присутствовать на праздничном мероприятии и наградил медалью к 70-летию Победы. Делегация в этот день поздравила всех 9 ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в поселении. Вам огромное спасибо и с наступающим вас праздником. Спасибо, 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 что приехали. Приезжайте еще на 100 лет. Алексей Горохов, участник Второй мировой, вспоминая военное прошлое, рассказывает, было водителем и исполняющим обязанности командира взвода. В этот праздник ветеранам особенно приятно чувствовать, что их подвиг помнят и ими гордятся. Я хочу выразить вам наши слова благодарности за то, наверное, самое главное, что вы сделали в своей жизни. Защищали нашу родину, защищали нас. Это необходимо было. Вот за это мы хотим вам сказать спасибо. Огромное спасибо. И вот вам юбилейную медаль. Нет ни одной семьи, которая не потеряла бы родственников в годы Великой Отечественной войны в Афганистане, Чечне, Приднестрове или Таджикистане. Жители поселения, ветераны и десантники принесли цветы к мемориальному комплексу воину-освободителю. Слова благодарности и поздравления выразили глава городского поселения Фрянова Дмитрий Васин и руководитель администрации поселения Олег Болотин. Мы учились на подвигах наших детов. Мы учились на рассказах о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. Нет ничего более ценного, чем отдать жизнь за своих близких. Мы гордимся нашими героями. Вы должны уже сейчас понимать, что вся надежда на вас и будущее зависит от нас. С вами. Концертная программа, показательные выступления, фильмы и поздравления ветеранов продолжились со сцены Дворца культуры городского поселения до самого вечера. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».